Доброго денёчка или вечерочка да и просто хорошего настроения с вами как всегда зипа и сегодня мы продолжаем фестиваль играм быть который проходит на данный момент в steam я напоминаю что он проходит около недели с 21 по 28 число февраля если быть точным включительно в этом фестивале игры я запускаю демоверсии записывать для вас контент особо интересующих меня и возможно даже вас игр на сей раз игра называется black tail в этой игре предстоит быть бабой егой да как бы странно это не звучало нам придется погрузиться в легенду баба еге и вернуться к корням классической славянской сказки black tail приключенческой игре от первого лица это уникальная смесь захватывающей стрельбы из лука и мрачного сюжета в сказочных декорациях выбрать свой путь стать хранительница леса или ночным кошмаром для детей вообще баба яга которая главная героиня в этой игре в 16-летняя девочка которую обвинили в колдовстве изгнали из средневекового славянского поселения когда воспоминания о прошлом обретает форму зловещих духов у яги остается всего лишь один выход это выследить и раскрыть тайну своего происхождения система морали black tail реагирует на каждое важное решение изменяя ваши навыки конечно же заключать придется союзы и формировать собственные убеждения в сказочных и побочных квестах довольно амбициозный я считаю что проект к сожалению нет никакой даты релиза абсолютно никакой написано скоро выйдет типа ног давайте посмотрим что эта игра из себя представляет погнали я напоминаю что на данный момент игра находится еще в стадии разработки она не выпущена даты нет она может претерпеть изменения и скорее всего будет она и на русском языке очень приятная графика вам скажу но такая движок и я не посмотрел какой к сожалению но очень похоже на unreal engine сейчас очень много проектов делается на этом движке потому что он по сути бесплатный и очень хорошо адаптирован под всякое вообще под под почти под все кроме гонок на мой взгляд непонятно какую кнопку меня просит нажать это дерьмо еще атакует дешенька я понял просто нужно увернуться в момент атаки нужно увернуться и все он будет нормально а ты чё портянка по другое дело странная кнопка вообще была предназначена для уклонения до получается собираем какие-то ветки я не знаю для чего не нужны пока что стрел у меня нету я думаю что он мне придется из этого всего дерьма мастерить стрелы понял создать стрелы на кнопочку tab можно создать стрелы для этого нужны перья и ветки крафт такой простейший но кстати не хватает на больше стрел мне и я вам скажу что если будет очень сильно ограничено по стрелам то эта проблема как бы не получится так что ты будешь пулять как вне в себя и не будешь страдать от того что ты все выпулял эр зачехлить инвентарь наверняка тоже ограничен предел 9 стрел понял понял на правую кнопку мыши прицеливаться да ладно ладно просто проверил короче пока что не ясно куда идти чё делать верно мне надо попасть в сову она зарядилась представляете мне нравятся песни на русском языке перед стрелы на русском языке я встретил тебя там ээээ зора это ты? ты не можешь перестать секунду без лошадки на твою руку как бы ты наконец-то идёшь на твою самую путь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как-то ассоциируется совсем не с... Совсем не с чем-то добрым. Понимаете? Возможно, у вас тоже так же происходит. Баба Яга это вот такая вот не очень добрая личность была. По крайней мере, в моем детстве. Короче, там костер был. Туда нужно что-то, какую-то дичь принести. Я, если правильно понял. Очень странно, она срывает ветки, а остается все равно пять. Это очень странно. Ага, 13 из 30, я понял. Это уже другое дело. По пять это я собрал, я понял. Перья тоже, это хорошо. Можно скрафтить, будет очень быстро. Ну, давайте кого-нибудь попробуем найти, посмотреть, что за боевая система. Ежик. Я думаю, что каждое такое решение будет отражаться на светлой или темной стороне. Я напомню, что здесь Бабу-Ягу можно привести к свету и создать из нее хранительницу леса. Или к тьме наоборот, создать из нее вот этот как раз-таки кошмар из детства. Это большой. Я надеюсь, что я могу поднимать ее вниз. Шифт. Хорошо, есть обучающий режим, подводящий человека, игрока, вообще начальному этапу, позволяющий понять, что за кнопки нужно сжать. Это все хорошо, приятно. Звуковое сопровождение мне нравится. Мне надо найти сзору, да, я так понимаю. Ни хера себе. Одной стрелы было недостаточно. Мне нравятся игры, где я езжу лук. Вот эти совы мне не нравятся. Какие-то духи, что ли, или кто это? А-а-а. Шишки? Сволота ты. Куда он убежал? Ай, блин, вот он. Ядрен батон. Я долго с тобой бегать буду. Это он же, надеюсь. Влобешник прям зарядил. Прекрасно. Вороны пошли нахрен, моя добыча. Приятный женский голос. Ага, приготовьте мясо, короче, на костре, как я и говорил. Вообще, игра в жанре приключения. Очень вовремя я об этом сказал, да? О, грелы свои можно подбирать даже. Ну давайте, хватит этот лут уже мне подкидывать здесь. А где... Где мой костер? Вот, здесь был. А, серьезно, серьезно. А где же костер я буду искать теперь? Зацепись. Вон, мне показывают туда. А вернуться-то я не могу. Немножко коридорщины, конечно, есть. Ну, я думаю, ничего страшного. Как мне туда вернуться? Алло. Ха-ха. Класс. О. Даже так? Антидот надо придумать, да? Какие-то глаза с них повыпадали. Я так понял, она сказала, что их яд убьет тебя за секунду. Ну, или меня. Ну, или главного героя, проще говоря. Создай антидот. Так, какое-то растение еще, которое пыталось... А, ну, там уже кого-то съела, поняли? Там впереди лежали. Значит, туда какая-то ворона, то ли птица попала. Очень суровый здесь мирочек, я вам скажу. Еще бы понимать, что ты говоришь. Вообще здорово. Оп-па. Лут. Три ветки. Серьезно, блин? Три ветки. Так, я думаю, что мне по этому мостику из дерева надо перейти. Его, кстати, сразу не заметил. Вот наш лагерь, если его можно так назвать. Давай. Жарим, парим, варим. А, мини-игра. Я понял. Нужно, чтобы огонь попал туда. Серьезно? Прикольно. Ай-яй-яй. Быстро, быстро, быстро. Оп. Отлично. Смотри. Да, полный хп восстановили. Прекрасно. Теперь что? Посмотреть на сестру, куда она сдриснула. Это кто? Пацан, ты кто? Призрак какой-то. Следовать за призраком. Плохая идея, мне кажется. Призрак сдриснул в лес, она горит. О, бокс. Магический предмет из леса. Хотела бы, на самом деле, послушать в локализации. Ну, наверняка будут переводить на русский язык, и, мне кажется, озвучку тоже будут делать русскую. Это сгоревшая избушка, а нет, целая избушка, на, 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 да, на курьих ножках, точно. Магический предмет из леса. Давайте попробуем в дверку зайти. А, дверки-то нет никакой. А, о. А, я понял, походу сейчас колдовать что-то будем. Какие-то чары. Это, 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 вот, вот это надо попробовать. Угу. Здесь, собственно, и есть развитие персонажа. Журнал. Скиллы, которые можно прокачивать. Деревянные стрелы. Ну, в общем, смотрите, тут есть несколько веток. Можно развивать вот сам лук. Здесь, я так понимаю, общение или что-то связанное с животными. Здесь идет, наверное, всякие варево, алхимия и так далее. Можно улучшить свое уклонение. Ну, всякое такое. То есть, а, тут еще, наверное, будут еще какие-то ветки развития дополнительные. Видите, тут есть кролик, коза, ворона и змей. Моральные принципы. Вот это как раз-таки то, что и будет приводить к развитию еги в лучшую или плохую сторону. Сейчас, сейчас зло получается. Вернее, даже больше на середине. Здесь есть лор также. Такое или иначе, хорошее, плохое, непонятно, потому что на английском языке. Но, тем не менее, то, что здесь есть повествование и очень хорошее зарисовки, мне прям очень нравятся картинки. Правда, они пока что все одинаковые. Возможно, добавят еще. Ну, то есть, на каждого персонажа было бы круто добавить, чтобы были все разные. Вот такой лут. Инвентарь, вернее. Все, понятно. Давайте чуть попробуем сварить. А, это я уже использовал, получается, да? Здесь, видите, развитие немножко не такое, как мы привыкли все. Там опыт набираешь, прокачиваешься, получаешь очки умения и прокачиваешься. Вот смотрите, как здесь выглядит прокачка. Основная, видите? Она требует определенные предметы. Это дополнительный смысл добавляет для вот этих самых предметов. То есть, не просто лутать там для того, чтобы это было, лежало у тебя и потом пылилось. А вот это на развитие пойдет. Это прикольно сделано, на самом деле. То есть, нужно лут собирать не просто так, чтобы симулятор бомжа удовлетворить, а вот для развития персонажа. Хорошо. Хорошо, мне понравилось. А, стрелять здесь нельзя. А, ё-моё, тут же выше подняться можно. О-о-о! О-о-о! Что она ругается? О-о-о! О-о! Продолжение следует... Наконец-то, я могу чувствовать что-то. Музыка жёсткая. О, мне этот трек нравится, я хочу его. Трек? Эти девчонки всегда берут их кромки в доме. Ух, не плохо. Угу, нам... Нам дали перчаточку. О, чёрт! Пошёл нахер, ты кто такой нахер? Я тебя не звал. На них, кстати, я вам скажу что, не действует перчатка почему-то. Хилки. Это хилки. Не только едой можно похилиться, оказывается. Это прекрасно. Игра, конечно, не сильно хорошо оптимизирована. Я скажу, подтормаживает, подлагивает. Хотя пропуска кадров нету. По рендерингу, по мощности компьютера нет никакого пропуска кадров. Сама просто игра немножко подлагивает. Это я вижу. Найти другой путь через... И перебраться, перебраться, да, на ту сторону. Рыба. Я должен сделать себе рыбу один день. Рыба. Рыба. Я понял, что это рыба была. Рыба. Это я, что я знаю, хорошим, Винтерismo. Рыба. 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 О. О, шут. Рыба. 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 И она заставит бов. Можем так? Мы... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok